Ну что, Зенит разнес в пух и прах пуделиное царство Карпина, и давайте обсудим этот матч. Ну я как и говорил, что данный Зенит, это самый сильный Зенит вообще за всю историю. Я считаю, что это так, потому что даже поколение Аршавина и Киржакова, ну они не было таким сильным, на мой взгляд. Потому что преимущество Зенита на сопернике, она просто подавляющее. Просто катком прошлись по пуделям в первом тайме, и все, и потом матч доигрывали. В принципе, я о таком Зените и мечтал, чтобы он был такой. То есть, они выходят на поле, забивают три мяча, а потом доигрывают матч. Я всегда так говорю. Ну что вы мучите с аутсайдером? Забейте вы два-три мяча и потом доигрываете. Зачем забивать голы там на 80-х минутах или 90-х минутах? Ну вот, а сейчас это самый настоящий тотальный футбол, тотальный атакующий футбол. Вот, его приятно очень смотреть. Я, в принципе, такой футбол хочу видеть от любой команды РПЛ. Вот, а не это евродрочево. Потому что вот игра Зенита это игра в футбол. Когда они выходят, и для того, чтобы забивать мячи, для того, чтобы атаковать, а не для того, чтобы, ну, за счет легкой атлетики, за счет фитнес-тренировок мы будем выигрывать. Но не факт. Приветствую Саутгейту и сборной Англии. Вот. Такой Зенит нравится. Такой Зенит он классно играет. Такой Зенит прекрасно смотреть. Вот. Это вот что по поводу матча. Ну, безусловно, там, Зенит сильнее Ростова, да и тут обсуждать что-то не о чем. Вот что я и говорил. Теперь непосредственно про игроков поговорим. Вот. Вот пришел Глушенков, да. Топ-игрок. Топ-игрок и сразу вот так заиграл. Да. Вот. Почему так произошло? Ну, наверное, просто пришло его время. Просто пришло его время. Не в Спартаке он не играл. Два года был в Спартаке. Ничего из него не вытащили. А Спартак это вообще кладбище для футбола. Кто не знает, да, то игроки приходят, и они все деградируют. Все. Все доедино. И тренеры там все деградируют. Вот. Из-за очень хорошего менеджмента Спартака. Вот. Потом он перешел к Локомотиву, Крылья Совета. Сейчас встал Крылья Совета, потом Локомотив, да. Ну, и вот вырос до игрока. Топ-уровня. Топ-уровня. Тот-то мне говорит, ну, он всего провел три игры. Да какая разница, сколько провел игрок. Игрок. Абсолютно неважно. Потому что даже по десяти минутам игры игрока видно, что это топ-игрок. Или это просто днище. Вот. Это у Спартаке постоянно говорят. Ну, дайте Медине шанс. Дайте Медине шанс. Он себя проявит. Обязательно проявит. Ну, дайте Маслову шанс. Дайте Хулсевичу еще поиграть. Надо, чтобы русские игроки играли. Да, ребят, при чем тут вообще шанс-шан? Ну, помните, как Клаудиня пришел, Зенит, просто дали ему мяч, и видно, что у человека все нормально с техникой. Это хороший игрок. Не надо было ему давать шанс там два сезона играть. Было видно, что это супер игрок. Так же и как Педро пришел, так, ну, все понятно. Это игрок. Так же и Глушенков пришел. Все. Это уже отградненный бриллиант. Топовый игрок. На мой взгляд, самый лучший игрок в России на данный момент. Вот. И это вот еще вопрос про... Опять же, возвращаемся к главному вопросу. Вопросу про лимитер на легионеров. Ну, вот у нас играет в Зените такой русский паспортист Мостовой. Сейчас этого места, этого русского паспортиста занял Глушенков. Ну, и что? И вот... Что представлял собой этот лучезарный мальчик Мостовой? Солнышко. Питерское солнышко. Он представлял собой человека, которого глубоко наплевать на футбол. Его интересовывали девочки. Его интересовали девочки. Его интересовал блогерша. И он там всегда говорит «Я ей подарю такой-то букетик цветов. Тебя должен был интересовать только футбол». Ну, тебе на футбол был параллельно. Глубоко параллельно. Это и есть русский паспортист. Мостовой выходил в составе Зенита только из-за паспорта. То есть, ну, нужно было для его паспорта. И он выходил. Выходил. Просто выходил. Просто выходил и стоял. Играя... Зенит всегда играл к десятерому. Просто выходил и стоял. И вот сейчас на его место пришел Глушенков. И все. Это... А у Глушенков про... Вообще к своему пику, то есть, локомотиве, в Спартаке, в крыльях, он пробирался не через паспорт. Нет, не через паспорт, потому что, ну, там паспорта довольно много было. Вот. Вот мостовой вот так. Это вот еще вопрос о том, а если бы не было лимита, могли бы появляться Глушенковы? Конечно. Конечно. Но сейчас Глушенков самый лучший в Зените. А в Зените полно бразильцев. И... Ну, вот, пожалуйста, вот элементарный пример. Никакого лимита не надо. Зачем вы жалеете мостовых вот этих всех лучезарных мальчиков, которые до футбола до одного места? Их не интересует в принципе футбол. Просто не интересует. Зачем их плодить? Пускай играет Фэнмэ, пускай играет ПФЛ, не умеешь играть, заканчивая с футболом. Нет, тут никакой лимит тебе не поможет играть. Наоборот. Вот. Поэтому вот это вот интересная ситуация. С нашими российскими игроками. Это и относится не только к Зените, а вообще к любой команде. То есть, ну, вот, пожалуйста, Глушенков элементарный пример. Вот вокруг него в Зените топовый бразильец играю, да? Ну, и что? А он лучший игрок. Пожалуйста. Вот. Еще замечу один момент. Замечу один момент. Как только Семак перестал ставить Кержакова в ворота, у Зенита одни победы. Одни победы. Наконец-то мои молитвы сбылись. Когда я на своем канале говорил, уберите его просто. Он проклят. Кержаков проклят. Его, Семак даже его на матч Кубка не ставил против факела. Потому что он проклят. И все. И, пожалуйста, нет Кержакова. И все хорошо в Зените. Победы. Вот. И не верь после этого. Вот. В общем-то, уверенная победа Зенита. Просто разгромным счетом. 5-0. Нужно было 10-0. Зенит бы 10 забил бы этому Ростову. Вот. Ну и в конце немного пройдут по Пуделю, Карпину. Потому что его свинское поведение, оно просто поражает. А команда Ростов проиграла 5-0. Вот. И на после матча пресс-конференции Карпин сказал, что виной его поражения, виной поражения его команды явилось то, что на стадионе закрыли крышу. Вот. То есть, не то, что его команда плохо играла, там, или как-то какие-то не те действия делали. Нет. Потому что на стадионе закрыли крышу. Вот. Но я немного разберу этого момента. Ребята, у нас в Питере было штормовое предупреждение. Нужно было закрыть крышу в любом случае. Во-первых. Во-вторых, у нас под закрытой крышей играли в Лиге Чемпионов. Челси играл. Помните этот матч? Селтик играл. И многие-многие другие под закрытой крышей играли. И внутри, я уже на каждый матч ходил, там была абсолютно комфортная температура под закрытой крышей. Что-то могло произойти. Я вообще не понимаю. Что ты за бред несешь? Карпин? Ты что за бред несешь? Вот понимаете, для меня для меня это неуважение. Вот что сказал Карпин, да, это неуважение. То есть твоя команда проиграла 5-0. Какая крыша? А что ты несешь? Это глубокое неуважение к сопернику. Это называется свинство. Свинья всегда останется свиньей. Если ты был в Спартаке, ты всегда останешься свиньей. Понимаете? Это у фанатов есть такая. Про Спартака такая кричалка. Свинья никогда не станет человеком. То же самое про вот эту пресс-конференцию Карпину. тебе помешала крыша, ты проиграл 5-0. Ты мог сказать, что он должен был сказать? Он должен сказать, ну, Зенита хорошие игроки, они очень хорошо готовы, и они по праву нас переиграли. Вот. Элементарные слова, да? Так оно и есть, да? Нет. У тебя нет совершенно никакого уважения ни к тренеру Симаку, ни к команде Зенит. Вообще никакого уважения. Ни к самому себе. Вот это и отличается человека от свиньи. И вот это поведение Карпина, оно абсолютно свинское. Боже, как мне надоело этот постоянный пиар Карпина, что он хороший человек, что он великий тренер. Он не тренер. Он никогда ничего не добивался. Ни в каких командах. нигде ничего он не добивался. У него титулов ноль. Ноль. Вот. И сейчас это еще проявилось его человеческий как бы фактор. А человеческий фактор у него не ноль. У него вообще еще ниже. Потому что говорить-то что тебе помешала крыша при счете 5-0. Это вообще что у него с головой там. Вот. что у него. В этом конечно же это ужас. Ужас что он наговорил на пресс-конференции. Тихий ужас. Ну вот такой у меня обзор по матчу. Зенит уверенно выиграл со счетом 5-0. И в следующие выходные нас ждет главный матч между Зенитом и Динамо. Ну а пуделям большой большой привет. Езжайте свой Ростов. Крыша вам помешала выиграть у Зенита. Всем пока. Ростов. Ростов.